Друзья, сегодня вторая часть. Я буду играть классные новогодние рождественские песни, которые можно выучить буквально за месяц, даже если вы начинающий. Поэтому еще следующих пять песен. Первые пять песен вы можете посмотреть в предыдущем ролике. Как строится? Я вам играю песню. Ссылочка на бесплатные ноты я оставлю внизу. Потом я говорю свои комментарии, что сложного, что несложного, для какого уровня это произведение. Ну и все. И вы играете эту песню. Поставьте, пожалуйста, мне лайк, потому что я на самом деле очень долго ищу ноты. Это все скурпулезно проходит. Это не так просто. Поэтому для того, чтобы сделать равновесие во Вселенной, буду рада вашему лайку. Ну что, первое произведение Last Christmas. Субтитры создавал DimaTorzok Но это подойдет вот прям с самого нуля. То есть, если вы только первый месяц занимаетесь, обязательно можете взять это произведение. Единственное, только умоляю вас, ради всего-всего-всего, не играйте по слуху. Возьмите, скачайте ноты и постарайтесь разучить ее по нотам. Что здесь может быть сложного? Тут много залегованных ноток, которым нужно будет внимание. Поэтому вы можете сразу залегованные нотки зачеркивать, чтобы они вас не путали. Хорошо, давайте дальше. Jingle Bells. Тоже простая версия, обалденно классная для тех, кто только начинает. Субтитры создавал DimaTorzok Я сыграла в довольно-таки быстром темпе. Если для вас это быстро, вы можете поставить в ютубе замедление и потом просмотреть, как я же это все играл. Что я могу сказать по этому произведению? Очень удобно, очень все запоминающе. Все нотки под пальцами, все клавиши под пальцами. Левая рука безумно простая. Тут четыре ноты. Получается фадия. Соль, ля, а вот до и ре. И все, больше никаких нот нет, поэтому очень легко будет запомнить. Берите и играйте. Давайте что-нибудь посложнее. Уже уровень сейчас где-то, ну, может быть, пятый-шестой месяц. Даже, я бы сказала, ну да, такой более взрослый. Уже уровень сейчас где-то, ну, может быть, пятый-шестой месяц. Так, ну, я, конечно же, проявила очень большую вольность и замедляла, где не написано замедлять. Но мне кажется, что, в принципе, это звучало логично. Какой плюс этой песни в том, что здесь максимально прописаны все пальчики. То есть, если вы человек, которому нужно, чтобы были все пальцы, то эта песня, конечно, для вас. Это большой плюс. Тут может возникнуть такая немножко неразбериха с ритмом, да. То есть, две руки не всегда нажимают одновременно. И вот, возможно, вот этот вот, эта синкопа будет сбивать. То есть, если, ну, хотя, если у вас все хорошо с ритмом, и вы хорошо себя чувствуете в, ну, как бы, хорошо слышите музыку, то это не должно вам помешать. Ну, что, пробуем дальше. Ну, что, пробуем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Споймала себя на мысли, что я вообще отключилась. Пока я играла, я вообще начала думать о совершенно другом. Вообще, фортепиано — это как медитация. Вот для меня даже, вот, я сажусь, я играю, и все. И я улетаю головой, и только под конец я вспомнила, так, Валь, я же записываю видео, мне надо не налажать. Так, по поводу этой песни. Это довольно-таки странная песня для меня, по крайней мере. Я никогда не слышала ее в рождественских каких-то подборках. Ну, почему-то мне показалось, что это рождественская песня. Вот, она довольно-таки непопулярная в моем, по крайней мере, окружении. Поэтому я не совсем до конца поняла, в каком темпе ее играть. Возможно, я сыграла слишком медленно. Может, ее надо играть побыстрее. Но те интерпретации, варианты, которые я слышала, они игрались именно так медленно. Я не знаю, вы можете играть так, можете играть быстрее. Какая здесь проблема? Это в том, что в левой руке очень много аккордов. Да, и, возможно, из-за этого, если не соблюдать баланс, то есть правая рука должна быть всегда ярче. Если вы будете играть обычно, то левая рука будет перевешивать, потому что в левой руке три ноты, в правой руке одна. И вам нужно вот эту вот нотку выводить громче специально, чтобы она как-то перекрыла эти три ноты в левой руке. Вот, это первое. Плюс второе, это то, что когда мы нажимаем три ноты одного, одновременно, мы должны следить за тем, чтобы они не квакали. То есть, чтобы не было такого. А чтобы три нотки нажимались одновременно. Вот, собственно, это вся сложность, которая тут есть. Хорошо, давайте далее. И моя самая любимая песня. Let it snow. Довольно-таки быстро я ее сыграю. Хотя нет, давайте я ее сыграю в таком более комфортном темпе. Чтобы, если что, вы могли поставить на замедленную съемку и пересмотреть ее. Ну что, пробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, вау, прям, ну, прям у меня уже аж, у меня аж запах мандаринов в носу и ёлке. Так вот, что здесь такое может быть сложное? В том, что очень часто бывает такое, что правая рука играет на легато, левая на стакката, допустим. И потом левая стакката. Возможно, вот эта вот координация будет немножко даваться сложно, но тут все под пальцами, все максимально удобно. То есть не надо как-то руки перекручивать, и из-за того, что все под пальцами, вы быстрее выучите даже мышечно, потому что это все удобно. Дальше, что еще хочу сказать? Возможно, вот эта вот вторая часть немножко по ритму будет сложна. Да, и тут странные такие сочетания. Но ничего, если вы посидите, поиграете, я думаю, вам все пойдет. Ну, эта песня я бы уже дала, может быть, пятый-шестой месяц обучения, да, вот такое вот. То есть если вы только первый месяц учитесь играть на фортепиано, то, ну, к сожалению, наверное, не совсем будет вам легко ее играть. Не совсем будет просто ее играть и подготовить ее к Новому году. Вот, в принципе, вот так вот. Значит, я вам сыграла все нотки. Вы посмотрели, как это все звучит. Все ноты внизу в описании. А если вы хотите разбираться в нотах и понимать систему, а не так, вы знаете, разрозненно все, то приходите ко мне на уроки, и я обучаю своих учеников, чтобы у них была четкая база, чтобы они могли открыть любые ноты и понимать, как их играть и получать от игры.